Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Управление Министерства внутренних дел по Ненецкому округу отчиталось о работе за 2021 год. Итоги были подведены на заседании коллегии УМВД. Более 350 жителей города пришли в православный праздник Крещения Господни на Качгартинскую курью, чтобы совершить обряд омовения в ледяной купели. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. В его рамках библиотечный фонд этнокультурного центра пополнился методическими материалами и книгами. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Новый железнодорожный маршрут – второе дыхание проекта порта в Индиге. Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях сообщил губернатор Ненецкого округа. Глубоководный порт Индиго – тема совсем не новая. Об этом проекте много говорили, но до его реализации дело так и не дошло. Вдохнул жизнь в проект президент России. На прошлой неделе Владимир Владимирович поручил правительству проработать вопрос строительства железной дороги к Баренцеву морю в район бухты реки Индиги. Для нашего региона новый ЖД-маршрут – второе дыхание. Выход к Северному морскому пути откроет короткий путь для большого количества грузов. К проекту уже присоединилась компания «Рус-Титан», написал Юрий Бездудный. 17 января были проведены переговоры с Романом Троценко, руководителем корпорации АИОН. На встрече обсудили детали проекта маршрут железной дороги Сосногорск-Индига и строительство глубоководного порта. В результате переговоров стороны договорились представить проект жителям региона. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен еще семи жителям Ненецкого округа. Выздоровели шесть человек. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находятся 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 71 житель лечится на дому. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 493 человека. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3575 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3409 человек. Умерли 89. Напомним, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты эпид-контроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, ОМИ и НИСИ. Обязательный масочный режим системы QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Итоги подведены. Управление Министерства внутренних дел по Ненецкому округу отчиталось о работе за 2021 год. О том, как изменилась статистика и что удалось сделать, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. По недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в том числе в рамках исполнения решений оперативного штаба и постановлений губернатора округа, сотрудниками Управления Министерства внутренних дел был проведен значительный объем мероприятий. На ежедневной основе контролировав соблюдение режима самоизоляцию, численностью лиц в течение года варьировалось от 200 до 800 человек. За несоблюдение установленных ограничений к административной ответственности пророчено 677 нарушителей санитарно-эпидемиологических требований. По результатам проведенных мероприятий возбуждено 6 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией документов о вакцинации и проведении ПЦР-тестов. Выработанные на совещаниях различного уровня решения, а также концентрация усилий на приоритетных направлениях, позволили снизить уровень преступности в общественных местах, жилом секторе, на бытовой почве, среди несовершеннолетних и в отношении них, лиц ранее приступавших закон, состояние алкогольного опьянения, с использованием оружия и по другим направлениям. Совместная деятельность по обеспечению правопорядка позволила мнению СКОО по итогам мониторинга общественного мнения, проводимого Федеральной службы охраны, занять третье место среди всех субъектов страны по уровню защищенности от преступных посягательств, личных и имущественных интересов, а также доверию и оценке эффективности работы правоохранительных органов. Столь высокая оценка нашей деятельности обусловлена разрешением более 9 тысяч сообщений граждан о различных событиях с признаками преступления, правонарушения и иных происшествий, требующих незамедлительного реагирования. Вместе с тем криминальная ситуация на территории округа продолжает расти. В истекшем году возросло количество убийств и причинение тяжкого вреда здоровью. Благодаря совместной деятельности с коллегами из Следственного комитета все данные преступления раскрыты. Виновные лица установлены и привлечены к уголовной ответственности. Основная часть совершена при возникновении бытовых конфликтных ситуаций и ссор. В связи с чем, соответствующим подразделениям полиции необходимо активнее проводить адресную индивидуальную профилактическую работу, в свое время выявлять и документировать деяния превентивной направленности. Качественная реализация данных мероприятий позволит предупредить тяжкие деяния против личности. Что касается незаконного оборота наркотических средств, то за прошедший год было выявлено 34 преступления, из которых 33 относятся к категории тяжких и особо тяжких составов. 21 совершено в крупном размере. По результатам оперативно-рыскных и следственных действий, оконченной расследованием и направленной в суд, 22 уголовных дела в отношении 16 лиц. Из незаконного оборота изъято более 58 грамм наркотиков. Раскрываемость преступлений повысила практически на 10% и составила 71%. Впервые на территории Нининского автономного округа удалось задокументировать и направить в суд уголовные дела в отношении трех лиц, создавших организованную преступную группу для незаконного распространения на территории региона наркотиков с использованием мессенджера Телеграм, позволяющего сохранить анонимность с последующей передачей сведений о месте нахождения так называемых тайников-закладок. Кроме того, выявлено лицо, которое организовало на территории города Нарьянмар, деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков. В результате оперативно-рыскных и следственных действий доказана причастность данного лица к легализации денежных средств, добытых преступным путем в сумме 138 тысяч рублей. Также УМВД, ФСБ и Следственный комитет реализовали комплекс мер по пресечению правонарушений экономической и коррупционной направленности. С документированной и доказанной причастностью руководства УМК-сервисов, совершившихся с использованием своего служебного положения при своем денежных средств, общество на общую сумму более 36 миллионов рублей, путем создания цикличной схемы вывода денежных средств в пользу аффилированных лиц, вывода финансов активов в качестве формально оформленных арендных платежей и не погашения кредиторской задолженности. Кроме того, работая по данным лицам, удалось раскрыть и направить в суд уголовное дело, возбужденное в 2018 году по фактам хищения бюджетных средств при строительстве тетрадизмной электростанции в поселке Андрома в рамках реализации программ международного приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза. На особом контроле управления находились вопросы защиты жилищно-коммунальной сферы региона. Причина преступной деятельности генерального директора управляющей компании Нариан Мартстрой связана с непринятием мер к добровольному погашению образовавшейся задолженностью по налогам и сборам с умышленным выводом из-под механизма принудительного взыскания денежных средств в сумме 4,4 миллиона рублей. Всего сотрудниками управления выявлено и поставлено 251 преступления экономической направленности. Из них 39 расследованы, 23 направленные в суд с обвинительным заключением. Обеспечено стопроцентное возмещение причиненного ущерба от совершенных деяний экономической направленности. По итогам прошлого года средняя эффективность, характеризуемая раскрываемость преступлений, составила 60,1%, что на 7,6% выше среднероссийского уровня и на 12% среди субъектов северо-западного федерального округа. Обеспечена стопроцентная раскрываемость убийств, причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, преступления, совершенных с применением оружия и ряда других составов. Возросла раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний, краж, угонов в сфере незаконного оборота наркотиков. На постоянном контроле остаются преступления, совершенные в прошлые годы. Общий массив нераскрытых преступлений за все годы составляет более 1 тысячи. Из них 444 – тяжкие и особо тяжкие составы. В ходе родственных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение 22 лиц, скрывающихся от органов дознания следствия и суда. Общий остаток неразвестных преступников сократился вдвое. Добавлю, в 2021 году рассмотрено более 11 тысяч заявлений от жителей региона, из которых 85% в электронной форме. Что касается удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг, то он достиг отметки в 99,93%. Оружейный контроль. В период с 18 по 25 января сотрудники управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу проверят соблюдение действующего законодательства в сфере оборота оружия на территории Канинского сельсовета. Инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы посетят по месту жительства владельцев гражданского оружия в селе Несь и в деревнях Чижа и Мгла. Проверяющие осмотрят места хранения оружия и боеприпасов, сверят заводские номера, наличие разрешений на хранение и ношение оружия. Граждане, подавшие электронное заявление посредством интернет-портала госуслуги, получат возможность оформить государственные услуги войск Национальной гвардии Российской Федерации на месте, сэкономив на перелете в город Наринмар и обратно. В Ненецком округе установлены следующие размеры выплат за добровольную сдачу запрещенных предметов. 15 тысяч рублей за одну единицу боевого оружия, 6 тысяч рублей за одну единицу служебного, спортивного или охотничьего нарезного огнестрельного оружия, 4 тысячи рублей за одну единицу гладкоствольного огнестрельного оружия, 3 тысячи рублей за взрывное устройство, 3 тысячи рублей за одно самодельное стреляющее устройство, 2,5 тысячи рублей за одну единицу газового травматического или сигнального оружия, 10 рублей за один патрон к боевому оружию, 5 рублей за один патрон к гражданскому или служебному оружию. 500 рублей за средства взрывания, действующие или подлежащие восстановлению. Дух захватывает. Более 350 горожан пришли в Крещенский сочельник на Качгартинскую курью, чтобы совершить традиционный обряд омовения в ледяной купели. Здесь из года в год оборудуют место для купания, тёплый балок, чтобы переодеться, а за безопасностью православных на протяжении всего праздника следят специальные службы. Ольга Русул продолжит. Праздник Крещения Господня тесно связан с событиями земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами. Крещением, которое совершил в реке Иоордан пророк Иоанн Предтечи. Второе название праздника – Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время Крещения Христа. В облике голубя с небес сошёл Святой Дух, и глаз с неба назвал Иисуса Сыном. Ледяная Печора, конечно, не тёплый Иоордан, но православные христианина Ринмара твёрдо следуют обычаям. И в Крещенский сочельник устремляются на Качгартинскую курью. На градуснике минус 17 безветренно погода располагает, однако специалисты и врачи, и священнослужители советуют совершать обряд обдуманно и, главное, на трезвую голову. Главная традиция праздника – Крещение Господне, освящение воды, которое происходит в храмах и на водоёмах. Воду освящают дважды накануне, 18 января, и непосредственно в День Богоявления, 19 января, на Божественной Литургии. Считается, что самое благоприятное время для совершения погружения в ледяную купель наступает после 12 часов ночи. Впрочем, купание в Иорданях остаётся для верующих исключительно добровольным делом. Дарья Шапова с племянником Владом окунуться на Крещение приходит не первый раз. Тут очень важен религиозный мотив, а также ощущения физические, что тело прямо как будто обновляется. Большой, очень мощный заряд. Это надо прочувствовать изнутри. А Влад, несмотря на юный возраст, к процедуре относится с большой ответственностью. Говорит, что после купания меньше болеет. Ну, сначала заходишь и колет в ногу, потом глубже заходишь, ту часть, которую омывают водой. Наверное, прямо иголочками всё тело схватывает. Ну, как будто иголками колет. Страшно было? В первый раз немножко, а сейчас уже нет. Между тем, врачи советуют купаться в ледяной купеле только после предварительной подготовки, которая начинается с закаливания. Уже 11 раз получается ощущение. Как вы вообще к этому пришли и для чего вы это делаете? Ну, священный праздник всё-таки, очищение. Ну, и состояние потом хорошее становится. Космическое, бомбическое, просто супер. Вы сегодня первый раз купались? Да, сегодня первый раз. Готовился к этому целый месяц, но был готов к тому, чтобы кунуться в ледяную воду, но холода вообще не почувствовал. А как вы готовились, что вы делали? Я принимал ледяную ванну каждое утро. Просто ледяную ванну. На 2-3 минуты. Нет, это не сложно. Это всего лишь надо... потребуется 120 секунд или 180 секунд. И потом, после этой ванны, становишься бомбически просто энергичным и хватает энергии наезде. Виктор Николаевич, как ощущения? Шикарно. Среди купающихся и глава Заполярного района Виктор Ильин крещенские омовения практикуют более 10 лет. Где бы ни находился, старается обязательно прийти к Иордане. Скажите, как вы оцениваете, насколько удобно организовано в этом году Иордань, Балок, вот все это? Вы знаете, мне есть чем сравнить. Я хочу сказать, что у нас организовано на довольно-таки очень высоком уровне. Есть теплый Балок, где можно переодеться. Есть удобный подход, безопасность. Для тех, кто недостаточно крепок духом, рядом с купелью традиционно оборудуют место для забора воды. Крещенская вода считается святой, исцеляющей душу и тело. Употреблять крещенскую воду можно в течение всего года. Стараемся, когда приезжаем купаться, но я сама лично не купаюсь, у меня муж и ребенок, он купались. Стараемся набирать каждый раз, как приезжаем. А вот вы лично что с этой водой делаете? Как вы ее храните? Не, ну она, да, хранится, стоит. Иногда, говорю, иногда можно немножко и попить, иногда можно лицо умыть, я не знаю. За состоянием Иордании проруби для забора крещенской воды на протяжении всего праздника следили рабочие чистого города. Они своевременно убирали с поверхности воды ледяную корку и снег. Так как снег идет довольно, да, быстро. В основном не льдом, а вот снегом получается. А вы будете один работать или несколько смен еще у вас будет? Ну мы вдвоем, там мой напарник пока греется, так скажем, отдыхает. И всю ночь будете работать? Да, следите. А за безопасностью купающихся на Крещенской Иордании следили сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Хорошо, как бы без всяких причин все спокойно. А вообще на вашей практике было такое, что кому-то плохо становилось? Нет, ни разу. Ни разу не было. Вообще все как бы, да, все хорошо. Никому даже ничего, ни скорого не вызывали, все было замечательно. Иордань для купания и забора воды была открыта на Качгартинской курье до 18 часов 19 января. И все же для христиан на крещение главное посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север. 2022 год посвящен культурному наследию народов России. Несмотря на то, что идет только первый месяц, библиотечный фонд этнокультурного центра пополняется методическими материалами и книгами, которые так необходимы в работе. Для чего специалистам фолианты расскажем далее. Стихотворений разных авторов. Библиотека этнокультурного центра – это не просто хранилище книг, это целый фонд, где есть разные материалы, которые отражают историю наших предков, их быт и образ жизни. Сегодня Дом книг является излюбленным местом для историков и студентов. Библиотека специализирована, это не просто книги художественные для чтения, это книги, которые помогают изучать и популяризировать историю нашего края, севера и вообще северов, историю финно-угорских народов и вообще разных народов России, различных культур. Здесь много материала по декоративно-прикладному творчеству, по народным промыслам. Особую актуальность этой библиотеке придают книги, которые были выпущены в единственном экземпляре. Также книжный фонд постоянно пополняется материалами из других регионов, которые также описывают историческую составляющую бытия коренных народов. У нас очень много коллег в разных регионах, и все они тоже издают литературу специальную, то мы обмениваемся. Есть у нас знакомые авторы, которые присылают нам свои книги, институты исследовательские. То есть идет взаимообмен этих материалов. Помимо книг из других регионов, в библиотеке также имеются методические материалы, написанные специалистами этнокультурного центра. На основе этих материалов создаются сценические постановки с национальным колоритом. Мы проводим много мероприятий, связанных с национальными культурами, накапливаем этот материал сценарный, методический, и потом издаем его. Вот если раньше мы издавали в виде книжечек и раздавали своим коллегами, всем, кому это интересно, то мы несколько лет уже назад поняли, что, конечно, в виде книг это уже время ушло, и делаем в электронном виде. И у себя на сайте этнокультурного центра у нас есть такой раздел, специальная методическая копилка, и любой желающий может просто зайти в этот раздел и скачать себе все, что ему будет удобно. Также хорошим подспорьем для сценаристов являются исторические материалы и художественная литература, которые были написаны местными авторами. У нас есть очень хорошая подборка литературы по ненецкой культуре. Это не только ведь словари. Допустим, вот мне самой в свое время очень нравились книги Лара. И я, когда сама писала сценарии, я очень много брала именно из этих книг, потому что они легки к восприятию, они научные, но и художественные в то же время, они образные, они для меня были близки. Библиотечный фонд постоянно обновляется по всем направлениям культурно-просветительской работы. Познакомиться с методическими материалами может любой желающий. Но изучить его можно только в библиотеке. Некоторые из книг существуют в единичном экземпляре и имеют большую значимость для библиотечного фонда. Василий Ходонзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...